Привет всем! Я надеюсь, у вас все хорошо. Это четвертое видео, посвященное базовым практикам внутренней стиле ушу. Около 3,5 лет назад я начал публиковать различные видеоролики из сей лекции на YouTube и также на других платформах. Не могу поверить, что прошло уже так много времени. Время, конечно, летит, но мы добиваемся прогресса, так что оно того стоит. Спасибо за вашу поддержку в течение последних 3,5 лет. В одном из моих первых, в одной из своих первых видеолекций я представил традиционную практику стоячего столба или джан-джуан. Джан-джуан – это практика неподвижного стояния при обучении китайским боевым искусствам, особенно в сообществе внутренней стиле ушу. Название конкретно этой позиции – хунь-янь-джуан. В этом видео, в старом видео, я представил концепцию хунь-янь, даускую концепцию, которая используется для описания метафизики китайской философии. Позже мастера боевых искусств начали использовать этот термин для описания статических практик, таких как джан-джуан, но с тонкими динамическими движениями. Ссылка на это старое видео есть в описании, и это видео будет на нашем канале завтра. Пожалуйста, имейте в виду, что джан-джуан – это практика, которая внешне статична, но внутренне динамична. По этому старину для обозначения этой позиции был принят термин хунь-янь. Цель этой практики – укрепить тело, а также получить опыт тонкой динамической практики статической позиции, которая является важной практикой для любого внутреннего стиля ушу. Я научился хунь-янь-джуан у своего деда, который в свою очередь научился этому у джан-джао-дуна, одного из лучших мастеров Синьи и Багуа в истории Китая. Таким образом, эту стойку можно использовать как в тренировках Синьи, так и в Багуа. Я всегда преподаю это упражнение всем моим ученикам Синьи и Багуа. Итак, в моем предыдущем видео, опубликованном более трех лет назад, я только продемонстрировал это упражнение, не упоминая типичные потенциальные ошибки, которые практикующий может допустить во время практики. В сегодняшнем видео я попрошу Франсуа, одного из моих учеников, продемонстрировать это упражнение, а затем я исправлю его практику. Таким образом, вы будете знать, какие области практики требуют большего внимания, когда вы занимаетесь самостоятельно. Опять же, это отличная практика, и я надеюсь, что вы добавите ее в свои ежедневные тренировки. Это займет всего пару минут, но польза от этого упражнения будет огромна. Итак, без лишних слов, давайте начнем. Итак, сейчас мой ученик продемонстрирует стойку Хуниань, и я прокорректирую его возможные ошибки. Нужно сказать, что этот ученик практикует много-много лет, и он уже делает хорошо, поэтому мы будем делать ошибки такие потенциальные, какие он мог бы сделать, гипотетические ошибки, для того, чтобы я смог прокорректировать его. Итак, становимся в центр. Прежде всего, следим за весом. 60% веса на задней ноге, на задней стоящей, 40% на другой ноге. 2. Убедитесь, что колено сзади стоящей ноги толкает как бы вверх немножко. 3. Убедитесь, что передняя стопа завернута чуть-чуть внутрь. То есть стопы становятся в параллельное положение, вот таким образом. Мы как бы раскрываемся. Следующее. Плечи расширяются наружу. Плечи слегка повернуты вперед. И затем немножко внутрь. Обратите внимание на локоть. Локоть направлен вперед. Маленький палец чуть-чуть поднимается вверх, мизинец поднимается вверх немножко. Фокусируемся на этой части ладони. Локоть больше выведен вперед. Верхняя рука. Пальцы расслаблены. Но вот эта область раскрыта. Такое удерживающее положение. Как будто вы едете на мотоцикле. Положение должно быть удобное. Но должна быть сила в позиции. Колено больше наружу. Вес больше перенесен на эту ногу. Следите за тем, чтобы скелет и структура костей были достаточно мощными. Мышцы скручиваются внутрь, а структура расширяется наружу. И при этом мы осаживаемся вниз. Садимся вниз хорошенько. Итак, еще раз. Опускаем структуру вниз. При этом макушка тянется вверх. Стопу закрываем. Колени развернуты наружу. Структура идет наружу. Как будто садимся на мотоцикл. Хорошая структура. Ладонь тянет вверх. Вес больше сюда. Это правильная позиция хуньянь. Спасибо. Вы можете практиковать ее по 2 минуты или по 3 минуты максимум, для того, чтобы усилить вашу позицию и сделать позицию правильной. Я надеюсь, что это видео будет полезно для вас. Спасибо за просмотр. Практикуйте с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok